Даша, и мы с тобой с тобой читаем сказку, когда наступило время прощального катанса, или время главных ступеней лада. И на прощальный катанс сначала на поклон вышло какое созвучие? Субдоминантовое созвучие. Так, сыграй, пожалуйста. Так, в следующем вышло созвучие... Доминантовое созвучие. Так, какие клавиши там участвуют? Курьер, принцесса Субдоминантовое и король. Хорошо. Так, ну это ты сыграла, когда курьер в маске. А королю понравилось такое звучание? Королю не понравилось, потому что не мог образоваться тритон. И поэтому он просил, чтобы на катанс он снимал маску. Так, хорошо. Чтобы не нарушать гармонию катанса. Вот. Курьер без маски. И завершили прощальный катанс. Тоническое созвучие. Тоническое созвучие. Какие клавиши там участвуют? Королева тоника, фрейлина и король доминантов. Да. Замечательно. Хорошо. Ну, давай теперь разберемся, какие ступени лада являются главными, а какие являются устойчивыми. Главные ступени лада – это королева тоника, принцесса Субдоминанта и король доминанта. Хорошо. Сыграй их, пожалуйста. Да, вот такие ступени. А устойчивые ступени лада – это? Это королева тоника, фрейлина и король доминанта. Да. Или в мажоре. Вот так. Хорошо. А почему принцесса Субдоминанта не является устойчивой ступенью лада? Потому что она еще маленькая. Ну, замечательно. Правильно.